привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы поговорим о таком устройстве как трансформатор если говорить коротко трансформаторы предназначены для повышения или понижения напряжения в цепях переменного тока ну и чтобы собрать наш трансформатор возьмем вот такую стальную конструкцию называют ярмом или сердечником или магнитопроводом и наденем на нее первичную катушку в ней 200 витков медного провода и она подключена к источнику питания теперь наденем на ирмо вторичную катушку в ней 400 витков она подключена галогенной лампе ну и замкнем сердечник и подадим напряжение и лампочка загорается ну и самое главное что мы видим что между первичной и вторичной катушки нет никакой электрической связи вся связь осуществляется через стальной сердечник ну и спрашивается а каким образом передается энергия по такой системе от источника к лампочке это и есть главный вопрос с которым и сейчас начнем разбираться а теперь я должен сказать важные слова которые не всегда говорятся в школьном учебнике но если их не произнести в голове потом может возникнуть путаница дело в том что дальше мы будем рассматривать не этот реальный трансформатор но его идеальную модель и эта модель прежде всего характеризуется тем что в ней отсутствует потери энергии но это означает что обе катушки и первичная обмотка и вторичная их амическое сопротивление равно нулю и у них остаются только индуктивные сопротивления дальше сердечник но в нем потери тоже должны быть равны нулю это означает что там нет потерь на перемагничивание гистерезис и нет потерь на токи фуко ну и в реальности стараются трансформаторы строить так чтобы они были близки к этой идеальной модели хотя как бы в точности реализовать эту идеальную модель конечно не получается но вот для теоретического анализа она очень полезна и начнем свой теоретический анализ мы с того что возьмем и уберем вторичную обмотку оставим только первичную и у нас получилась обычная катушка индуктивности и мы сейчас вспомним как она работает и смотрите что у нас при этом происходит мы подаем на первичную обмотку переменное напряжение и соответственно по обмотке у нас течет переменный электрический ток этот переменный ток создает переменное магнитное поле в сердечнике в основном сосредоточенное соответственно переменное магнитное поле по закону электромагнитной индукции создает переменное электрическое поле уже вокруг сердечника ну и соответственно у нас возникает ЭДС индукции в этой же самой обмотке. Ну, теперь надо написать закон ОМА. Ток на сопротивление – это полное ЭДС, которое здесь действует, которое складывается из внешнего напряжения и ЭДС индукции. Но мы же уже условились, что в нашей идеальной модели сопротивление обмотки, амическое, равно нулю. Поэтому вот этот член обнуляется, и оказывается, что тогда ЭДС индукции в точности равна внешнему напряжению, но только со знаком минус. Ну, и нам надо ЭДС индукции записать. Значит, надо взять ЭДС, наводимую в одном витке нашей обмотки, а это будет просто скорость изменения магнитного потока через этот виток, вот этот ДФ по ДТ. Ну, и умножить на число витков я вот здесь Н1 обозначил, чтобы эту единичку отнести к первичной обмотке. И здесь, конечно, надо сделать ещё один комментарий, что хотя мы вот этот член обнулили, но мы его обнулили из-за равенства нулюамического сопротивления. А ток по обмотке, конечно же, течёт. Ну, и именно этот текущий ток создаёт вот это переменное, магнитное поле и переменный поток. Про это надо не забывать. А теперь я возвращаю на место вторичную обмотку и замыкаю магнитопровод. Но ко вторичной обмотке пока что никакая нагрузка не подключена. И поэтому, когда я подам напряжение на первичную обмотку, по вторичной никакой ток течь не будет. Но напряжение на ней при этом возникнет. Давайте посмотрим, чему оно равно. А теперь надо сказать об ещё одной характеристике идеального трансформатора. И она состоит в том, что мы считаем, что магнитное поле из магнитопровода нисколько не выпадает. Сколько силовых линий магнитного поля проходит через витки первичной обмотки, столько же их в точности проходит и через витки вторичной обмотки. Всё магнитное поле сосредоточено в магнитопроводе. А теперь мы свяжем между собой выходное и входное напряжение. И для этого выразим их через скорость изменения магнитного потока в магнитопроводе. Ну и это та же самая скорость изменения и через витки первичной обмотки, и через витки вторичной, через один виток. Ну, соответственно, входное мы уже выразили. Надо df по dt умножить на число витков в первичной обмотке n1. А выходное, ну там у нас так та же самая ds наводится в каждом витке. Ну и поэтому выходное, это df по dt, вот это самое ds умножить на число витков во вторичной обмотке n2. А отсюда можно составить немедленно пропорцию. Выходное напряжение так относится ко входному, как число витков во вторичной обмотке относится к числу витков первичной обмотки. И сейчас мы на это соотношение посмотрим на опыте. И в первом испытании мы возьмем равные числа витков. Во вторичной и в первичной обмотках по 400 витков. Коэффициент трансформации при этом равен единице. И мы ожидаем в теории, что выходное напряжение при этом будет равно входному. Сейчас источник напрямую подключен к мультиметру. И мы видим, что он выдает напряжение ровно 10 вольт. А теперь я перемкну мультиметр на вторичную обмотку, а источник на первичную. И мультиметр показывает, что напряжение в вторичной обмотке равно не 10 вольтам, а 9,3. Потери по напряжению составляют 7%. И они связаны с тем, что первичная обмотка имеет не только индуктивное, но и амическое сопротивление. И об этом влиянии амического сопротивления у нас есть специальный ролик «Зачем нужен сердечник в трансформаторе?» Я очень рекомендую вам его посмотреть. На него будет ссылка под этим роликом. Теперь я поменяю вторичную обмотку. И вместо 400 витков поставлю 200. Теоретический коэффициент трансформации равен 1,2. И мы ожидали бы понижения напряжения в два раза. До 5 вольт. Подаю напряжение от источника. И мы получаем примерно 4,7 вольта. Те же самые 7% потерь. Теория подтверждается с теми поправками, что наш трансформатор не идеальный, а реальный. А теперь еще одна замена. Я ставлю вторичную обмотку 800 витков. Теперь в ней в два раза больше витков, чем в первичной. И ожидаемое напряжение составляет 20 вольт. Потому что теоретический коэффициент трансформации у нас теперь двоечка. Подаем напряжение от источника. Смотрим, что получилось. И видим 18,7 вольта. Опять те же самые 7% потерь. С холостым ходом трансформатора мы разобрались. Поняли, как он повышает и понижает напряжение. И эта функция трансформатора исключительно востребована при передаче электроэнергии. Так, на электростанции вырабатывается электричество при напряжении 15 кВт. Потом при передаче по линии электропередач. Для уменьшения потерь его поднимают до 500 кВт и даже выше. А когда оно приходит к нам в квартиру, его понижают до 220 вольт. И все это делается с помощью трансформаторов. И раз уж речь зашла о передаче электроэнергии, то теперь нам надо поговорить о том, что происходит, когда трансформатор работает под нагрузкой. Когда ко вторичной обмотке трансформатора подключена нагрузка, во вторичной обмотке начинает течь ток. Обозначу его как И2. И этот ток создает дополнительный магнитный поток. Но магнитный поток в магнитопроводе определяется исключительно равенством напряжения У1 и противоэдс, которое создается в первичной обмотке. Поэтому здесь в первичной обмотке должен появиться ток, который я обозначу И1, который создает магнитный поток, компенсирующий вот эту красную стрелочку. Ну, соответственно, эти два магнитных потока равны между собой, но каждый из них пропорционален соответствующему току и числу витков обмотки. Поэтому получается, что И1 умножить на Н1 равняется И2 умножить на Н2. Ну, а дальше уже начинается алгебра. Мы переписываем это соотношение в виде пропорции. Отношение токов обратно пропорционально отношению чисел витков в обмотках. Но мы же уже знаем, что отношение чисел витков в обмотках равно отношению напряжений. И теперь мы можем составить пропорцию из токов и напряжений, снова переписать все перемножив крест-накрест. И мы получаем, что произведение тока и напряжения во входной обмотке равно произведению тока и напряжения в выходной обмотке. Ну, что это такое? Это мощность, рассеиваемая в нагрузке. Ну, стало быть, мощность входящая равня мощности выходящей и потом рассеиваемой в нагрузке. Трансформатор работает как машина по преобразованию и передаче мощности. И здесь я бы даже сказал, что трансформатор в электротехнике выполняет ровно ту же функцию, что и коробка передач в механике. Как в механике мы можем уменьшать силу, увеличивать скорость или наоборот увеличивать силу, уменьшать скорость. Так и в электротехнике мы с помощью трансформатора можем уменьшать ток и увеличивать напряжение или наоборот увеличивать ток, уменьшать напряжение. Ну, делая так, чтобы мощность передавалась в той форме, которая нам удобна в этой ситуации. Я хочу еще раз специально подчеркнуть, что мы до сих пор имели дело с идеальной моделью трансформатора. Потому что эта модель проще, с нее, естественно, начинать обучение, разбираться с основами. А кто хочет досконально разобраться с тем, как работает реальный трансформатор, тому надо обращаться к учебникам электротехники, а не смотреть ролики на ютубе. А теперь наш ролик подошел к концу, и я хочу предложить вам задачку для размышления. Задачка выглядит так. Вот здесь у меня стоит трансформатор, у которого в первичной и во вторичной обмотке витков поровну по 400, стало быть, он не повышает напряжение и не понижает, а просто служит такой развязкой. И в обе цепи, в цепь первичной обмотки и в цепь вторичной обмотки вставлены одинаковые электрические лампы. Но теперь я подаю напряжение, и обе лампы загорелись. Или смотрите, что я сделаю. Я размыкаю вторичную обмотку, и при этом лампа в первичной обмотке тоже гаснет. Более того, я могу замкнуть эту обмотку вторичную и без лампы. Лампа в первичной горит еще ярче. Ну и вам предлагается объяснить, что же здесь происходит. Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»!